Аудиокнига записана специально для сайта кинотеатра Охотника. ЗАЯЦ. В Забайкалье различают две породы зайцев, которые и носят различные названия, большую частью туземные. Сибиряки, не говоря уже о тонгусах, братских и ораченых составляющих здешних инородцев, редко называют их общим названием, то есть зайцами, нет, они зовут их обыкновенно ушканами. В некоторых частях Забайкалья простолюдины не поймут вас, если зайца будете называть зайцем, а назовите его ушканом, дело другое, затмение сибиряка уничтожится, и он рад поделиться с вами на досуге различными бывальщинами, случавшимися с ним или с кем-либо из товарищей относительно этого зверька. Разбирая в строгом смысле, ушканом здесь зовут зайца беляка, который так общеизвестен в классе русских охотников и справедливо получил свое название по совершенно белой, как снег, шкурке в зимнее время. Русаки здесь попадаются очень редко, и народ не знает слова русак, равно, как и тумак. В Забайкалье есть особая порода зайцев, которых здесь называют туземно-двоями, перековерков настоящее инородное слово ту-у-ла, название тунгусское. Что означают слова ушкан и ту-у-ла, не знаю, тогда как слова беляк, русак и, пожалуй, тумак так призвучались в ушах каждого русского охотника и так общепонятны, что пояснения излишни. Разве тумак заставит иного призадуматься и, пожалуй, не скоро дознаться, что слово это означает помесь, потому что тумаки произошли от скрещивания беляков с русаками 47. По-моему, тулуи по образу жизни и месту жительства, наконец, по наружному виду чрезвычайно сходны с тумаками. Беляков здесь очень много, но русаков чрезвычайно мало, а талуев только в степных местах весьма достаточно. Известно, что русак одного возраста с беляком несравненно больше его и тумака, здешние же тулуи гораздо меньше беляков. Выражаясь по-сибирски, ушкан, или заяц беляк, как и везде, живет преимущественно в лесах, в лесных колках, нападях, порошах кустарником по нашему ерникам под клонам гор и оврагам с мелким лесом и кустами, даже на самых криптах, в тайге в непроходимой чаще, в трущобе. Тулуи же держится только в степных местах Забайкалья или таких, которые составляют переход от лесистых мест к степным и принимают более или менее характер последних. Редко встречаются места, где водятся и беляки и тулуи. Последние живут обыкновенно по открытым широким лагам, покрытым высокой травой и порошен небольшими степными кустарниками, ерником и тальником, по оголенным отрогам хребтов и отдельным голым сопкам южной части Забайкалья, в небольших овражках и буераках. Он не боится поселяться около самых селений и часто посещает даже огороды и хлебные гунна. Беляк как бы боится приближаться к человеку и живет в лесу, в тайге как бы прячась от солнечных лучей, а талуи напротив как бы любит крики петухов, слушает собачий лай, привык к пасущемуся скоту и с наслаждением лежит под лучами даурского солнышка. Ушкан и талуи отнюдь не хищные и не плотоядные звери. Они питаются преимущественно растительностью, едят траву, зимою ветошь, грызут ерничные и таловые прутики, едят осиновую корку, а поселившись около селений, любят молодые всходы овса и зерновой хлеб. Тот и другой страшные трусы, недаром говорит пословица, труслив, как заяц. Здесь относительно трусости этого зверька в народе существует призабавная легенда. Вот она, Ушкан, испуганный неожиданным взлетом каменного рябчика, серой куропатки, думал, что я за зверь, когда испугался птицы, которая гораздо меньше меня и не может принести мне никакого вреда. Что и жить на свете такому трусу, как я? Боюсь всегда и всего, нахожусь постоянно в тревожном состоянии, покоен никогда не бываю, упавший лист с дерева и тот меня пугает. Все твари смеются над моей трусостью, прыгнувшая в болоте лягушка, уже последнее создание в мире и та наводит на меня страх. Что и жить в таком случае? Пойду лучше утоплюсь в речке, чтобы рода моего не существовало на белом свете. Порешив таким образом свою судьбу, заяц отправился топиться к ручейку, но подбежав к берегу, уже совсем готовый броситься и захлебнуться хрустальной струйкой ручейка, вдруг увидал, что овца, пьющая воду, испугалась неожиданного его присутствия и бросилась от берега. Тогда заяц, сев на корточке, удивился и увидал, что есть создание, которое боится и его. Он ободрился, не стал топиться и самодовольно отправился на свое логово, доживать свои красные дни до предела Божьего. Рассказы этой легенды в подобном повествовании я не раз слышал от здешних малоразговорчивых промышленников. Да и как не быть трусливым зайцу, когда все хищные звери и птицы, не говоря уже о главном его враге, человеке, пользуются вкусным заячьим мясом. Волки и лисицы истребляют зайцев в огромном количестве, когда они еще молоды и не имеют диковинной быстроты заячьего бега. Даже горностаи еще удивительнее, ласки давят этих несчастных орлы, беркуты, совы и даже вороны обижают их. Рассказывают, будто бы большие совы ночью, притаившись где-либо за кустом около заячьей тропы, дожидаются их по несколько часов в сряду, и лишь только заяц побежит мимо засады, как сова, держась одной лапой за куст, другой вкогтится в спину зайца и остановив беднягу, тотчас действует своим клювом. Я не раз слышал от здешних промышленников, что некоторым из них случалось добывать зайцев с иссохшей лапкой совы на спине, почему можно предположить, что сове не всегда удается пользоваться заячьим мясом, а приходится иногда и самой поплатиться лапкой, а быть может, и жизнью. Вероятно, сова, схватив таким образом матерого зайца, а тем более на бегу, не в силах удержать его, отчего и бывают такие случаи, что заяц, вырываясь из острых когтей и бросаясь во все стороны, кончает тем, что, собравшись с последними силами, до смерти перепуганной нападением, бросается вдруг со всех ног и убегает с лапкой совы, которая, в свою очередь, стараясь удержать добычу, прибегает к последним усилиям, а видя оплошность со своей стороны, в торопях не в состоянии скоро вытащить своих глубоко запущенных когтей и крепко держась за куст, чтоб не быть увлеченной отбивающимся зайцам, уступает силе и лишается лапки. Дворовые собаки нередко одни отправляются на охоту за зайцами, и случается, что пользуются свежинкой. Видя всюду врагов, и на земле и в воздухе, находясь постоянно в опасности, не разбирая ни дня, ни ночи, скажите, как же после этого бедному зайцу не бояться листа, упавшего с дерева, когда он своим шумом напоминает осторожного врага, тихо к нему подкрадывающегося. А у страха глаза велики, и смотришь, бедный заяц, и от листа несется сломя голову, а тут, быть может, и в самом деле попадется на беду, на лесу или волка, на охотника или в капкан. Экое несчастное создание. Отправившись однажды под вечер за Толуями, я взобрался на порядочную гору, куда убежал Толуй, как вдруг бывший со мной товарищ замахал мне рукой, указывая на пать, и кричит, «Барин, барин, сюда, сюда!» Я поторопился, думая, что он нашел беглеца, но увидал не то, другой заяц, как сумасшедший, нес и вдоль попади, делая неимоверной величины прыжки и ускоки, а за ним по пятам гнался волк, который, видимо, отставал. Заяц быстро свернул в небольшие кустики, и, как птичка, мелькал между ними. Это было недалеко от селения. Волк, добежав до кустов, остановился, посмотрел вдогонку до смерти перепугавшемуся заяцу, постоял немного и потянулся шагом вдоль паскотина заселения. Я, как любитель природы во всех ее проявлениях, невольно задумался и, в свою очередь, поплелся домой, потому что было довольно поздно. Другой раз мне случилось видеть, как торбозин, степной орел, осенью ловил в небольшом колочке из невысоких кустиков побелевшего заяца. Чем кончилась его охота, я не видал, потому что ехал мимо колка довольно скоро и останавливаться было некогда. Вот почему заяц живет только ночью, днем он лежит на логове, никуда не бегает и дожидает сумрака, который много сохраняет его от бесчисленных преследователей. Жирует, бегает, играет, наслаждается любовью, словом, все свои проделки заяц совершают ночью. В это время зайцы по нескольку штук сходятся иногда между собою, играют, бегают, насыщают свои тощие желудки, но малейший шум заставляет их разбежаться в стороны, попрятаться в кусты, и митинг прекращается. Странно, что в Сибири не зовут зайца косым, как обыкновенно в России, где даже не говорят «заяц», а просто «косой». Это подтверждает пословица, еще более упрочившее такое название, часто человека, чего-нибудь искавшего и прошедшего мимо того предмета, который ему нужен, в шутку называют «эх ты, косой заяц». Еще страннее, что здешние простолюдины в разговоре иногда употребляют эту пословицу, но зайца все-таки не зовут косым. И справедливо, потому что заяц в действительности вовсе не кос, что, вероятно, хорошо знают все охотники. А русский народ любит и умеет находить в чем бы то ни было смешную сторону. Вероятно, многим охотникам приходилось находить на спящих зайцев, которые лежат с полуоткрытыми глазами, не будучи в состоянии закрыть короткими веками своих больших, на выкатя, глаз, или заметить, что заяц, греясь на солнышке, как-то неловко, оригинально и смешно закатывает под лоб один или оба глаза, почему и кажется как бы действительно косым. А испугайте вдруг, врасплох, дремлющего зайца, он оторопев бросится как сумасшедший, набегает на кусты, на пеньки, нередко на самого охотника и прочь. Но как же после таких уморительных проделок не приписать ему косоглазости? Вот почему и произошла всем известная пословица, которая и утвердила это прилагательное. К тому же заяц худо видит, шагов за сто он не отличит человека от пня, только сто и не шевелись. В этом случае он чрезвычайно похож на козулю. Зато слух у него чрезвычайно острый, малейший шорох листа он слышит и часто дрожит на логове, думая, что его кто-нибудь преследует. Обоняние у него хотя и сильнее зрения, но далеко слабее слуха, вот почему в ветреную погоду, когда в лесу шумят и скрипят деревья, а в степи шелестит трава, к зайцу можно подойти очень близко, ибо он в постоянном шуме деревьев и травы не в состоянии расслышать шагов приближающегося охотника. Поэтому заяц во время сильного ветра прячется в густую чащу леса, а в степных местах ложится в небольших кустиках, по логам, оврагам, даже залезает в старые торбогания норы и не выходит с логова, покуда не стихнет. Только зимою в сильную стужу он и во время ветров не боится бегать, потому что холод заставляет его греться движением, а ветер тотчас заметает его следы, и он спокоен. Иногда же во время сильной стужи он до того крепко лежит на логове, что его совершенно заносит снегом. Воды заяц боится, не говоря о том, что он прячется во время сильного дождя, но даже преследуемой собакой не всегда решается переплывать хотя бы небольшие речки, что непременно делают другие звери, например козуля, чтобы скрыть свой след. Заяц же прибегает в этом случае к хитростям, делает большие прыжки в сторону, бежит обратно своим следом и потом вдруг сворачивает. Живя около больших речек, зимой он забегает на острова поесть толовых прутиков или просто пожить на новом местечке, но когда весною речки разойдутся, а заяц не успел еще по льду уйти на берег, он ни за что не решится переплыть несколько десятков сажен, особенно весною, когда вода еще холодна, а остается обитателем острова до следующей зимы. Промышленники, зная это, нарочно ездят весною, по вскрытии рек, на острова, где живут зайцы, и бьют их из ружей, травят собаками и загоняют в сети, если же крайность заставит зайца броситься в воду, то он бойко и скоро плывет. Но мне никогда не случалось видеть и слышать от других охотников, чтобы заяц добровольно отправился в воду. Однажды весною на острове Пуэршилке мне довелось после пожара найти обогорелого заяца в кустах около самой воды. Не знаю положительно причину его смерти, но думаю, что он, боясь холодной и быстрой воды, долго мешкал на берегу острова и не решившись броситься вплавь, дождался того, что его вдруг захватило быстрым огнем. Наружность зайца известна всем, а тем более охотникам. При первом на него взгляде нельзя не обратить внимание на длинные уши и задние ноги, которые несравненно длиннее передних и снабжены чрезвычайно крепкими эластическими жилами. Вот эти-то последние и составляют главную причину диковинной быстроты его бега. Они-то и помогают зайцу делать неимоверные прыжки, которые бывают иногда более четырех оршин, особенно когда он перепрыгивает рытвины, канавы и даже небольшие овраги. Заяц имеет особую способность сидеть на задних лапах, или, как говорят, на корточках, то есть он складывает задние ноги пополам в сгибе и сидит на них, поставив все свое тело совершенно вертикально, так, что передними лапками не касается земли, и потом вдруг делает прыжок, лучше сказать бросает себя на воздух. Опершись задними лапками обо что-нибудь твердое, с такой силой и быстротой он разгибает задние ноги. Еще удивительнее, что заяц на всем бегу вдруг может сесть на корточки и не пошевелиться. Имея слишком длинные задние ноги, заяц гораздо резвее бежит на гору, чем под гору, никакая собака не в состоянии догнать его, бегущего в гору и наоборот, редкая собака не догонит его под гору. Вот почему заяц всегда старается бежать на гору и всячески избегает подгорной побежки, а в случае крайности он нередко скатывается под гору кубарем и катится, как клубок, до самого подола горы. Заяц постоянно прыгает и никогда не бегает рысью и не ходит шагом, он даже не умеет стоять вдруг на всех четырех ногах, если же и опирается на передние ноги, то заднее сгибает пополам и скорее сидит на них, чем стоит. Шея у него не поворачивается, и он не может оглянуться назад, чтобы не поворотиться всем корпусом, сидя на задних лапках. Заяц, кроме растительности, в пищу ничего не употребляет, он вполне животное травоядное, хотя зубы его чрезвычайно остры, как у всех грызунов, и ими он жестоко кусается, если его взять неосторожно. Поэтому брать раненого заяца нужно за уши и за задние ноги, но за одни уши трудно удержать его в руках, как раз вырвется и убежит. Крик зайца, который он издает, будучи ранен, пойман собакой или человеком, похож на голос плачущего младенца. Вот почему многие сибиряки не едят зайцев, говоря, что их в пищу употреблять грешно именно потому, что голос их нисколько не отличается от плача младенца, а передние его лапки после смерти всегда бывают сложены крестом, как у покойника на груди, они даже прибавляют при этом, что ушкан сильно походит на он кричит, как родившийся человек, и умирает, как человек, небось ни одна другая тварь передних лап крестом не сложит. Уж на что вон медведица, как лежит убитая на спине, а доля чистая баба, и титьки напереди. А уж лап, брат, крестом не сложит. Нет, так уж значит Богом показано. Голос зайца во время течки похож на какое-то ууканье, квактание и потому несколько отличен от обыкновеннего его крика в испуге. По наружному виду самца от самки различить трудно, а на бегу совершенно невозможно, но на логове самец прижимает свои длинные уши вдоль по спине, а самка спускает их по шее и тем отличается издали. Зайцы чрезвычайно плодовиты, многие охотники уверяют, что они в течение года приносят молодых по трем и по четырем раза, не знаю, насколько это справедливо, но мне случалось находить молодых зайчат с марта и почти до октября месяца, но приносит ли одна и та же зайчиха постоянно по трем и четыре раза в год, не знаю. Но и не сомневаюсь в этом, судя по тому, с какой скоростью зайцы размножаются там, где их иногда выбьют и переловят до того, что иногда в целом округе не найдешь и следа, но пройдет год или менее, и смотришь, опять появится бездна молодых зайцев в том же месте. Охотники утверждают, что зайчиха ходит сукотно около девяти недель, а кормит молодых молоком только в продолжении двух недель, и как скоро зайчата начнут сами кормиться, она их оставляет и снова начинает бегать с самцами. Течка их начинается иногда с конца января, но более с февраля, смотря по тому, какова погода, если теплая, раньше, холодная, позже. За одной самкой бегает по нескольку самцов, нередко между ними являются порядочные ссоры, кончающиеся обыкновенно тем, что самцы, поцарапавшись и покусавшись, разбегаются по кустам, а сильнейший боец остается с самкой и торопится насладиться супружеством, пока нет поссорившихся любовников. Первые зайчи пометы бывают в марте месяца, в это время самки приносят два десять и три десять молодых, но в летних пометах бывает до шести зайчат, так что охотники удостоверяют, будто бы зайчиха приносит до пятнадцати и более детей в год. Я никогда не находил более пяти зайчат в одном помете. Зайцы родятся чрезвычайно маленькими, и кажется, слепыми, хотя и утверждают многие, что будто бы они родятся зрячими, но это мне кажется неправда, ибо очевидцы ошибаются, потому что заяц природой одарен большими выпуклыми глазами, которых он не может закрыть веками даже во время сна, так и молодой зайчонок родится с полуоткрытым глазом, как бы зрячий, но в сущности он слеп, ибо полный глаз показывается у него только по прошествии нескольких дней. Господа же натуралисты приписывают зайчихе время сукотности только четырехнедельное, нельзя не сомневаться в таком коротком сроке чреватости млекопитающего животного. Нет ли тут ошибки 48, в том, что зайцы чрезвычайно похотливы, а в особенности самки, и что они иногда совокупляются вскоре после разрешения от беременности, что наблюдатели могли и не заметить, а потом пустую игру, любезность самца с самкой, быть может, приняли за их течку и считали с этого времени начало беременности. Точно так же многие простолюдины думают, что зайцы двухснастные, то есть гермафродиты, именно потому что молодого зайца трудно отличить от самки, у которой наружной петли никогда не бывает заметно, у молодого самца не видно детородного члена, или потому, что зайчиха, будучи чрезвычайно похотлива, во время течки часто скачет на самцов, но ведь и коровы нередко скачут на быков, а кобыла на жеребцов, но это так, игра, не больше. А между тем многие простолюдины уверяют, что зайцы оплодотворяют друг друга и потому чрезвычайно скоро размножаются. Зайчиха, чувствуя скорое разрешение от беременности, делает себе гнездо, разгребает передними лапами землю где-нибудь под кустом, в густой траве, словом, приготовляет лунку, скусывает зубами траву и делает постель, чтобы маленьким зайчатам было тепло и не жестко лежать, в особенности весною, когда еще лежит снег и земля мерзлая. Зайчиха, несмотря на это, все-таки не нежная мать, за детей она не жертвует собой, как это делают многие животные при защите молодых. Природа так создала зайца, что ему не только нападать на врага, но и защитить себя нечем, а одно спасение, бегство. Сама природа сделала его настолько робким, что при малейшей опасности зайчиха из самосохранения жертвует своими детьми и убегает. Между тем другие животные, хотя и видят врага не по силам, но прибегают к хитрости, они притворяются хворами, как бы не имеющими сил бежать и тому подобное, собственно для того только, чтобы привлечь внимание врага на себя и отвести его от детей. Например, кто из охотников не видал, как тетеря или утка отводит стрелка или собаку от своего гнезда, как она летит, будто подстреленная, падает на землю или воду, снова худо подымается, опять падает и так далее. У зайцев ничего подобного нет. При первой малейшей опасности зайчиха убегает, весьма редко она притаивается в гнезде, надеясь, что ее не заметят, и лежит так крепко, что ее можно схватить на логове руками. Если же мать убежит и оставит детей в гнезде, они, бедняжки, сами прячутся, как умеют, под кустами, в траве, между кочками, и спрятавшись, лежат чрезвычайно крепко. Если же они слишком еще молоды, то остаются в гнезде и нередко достаются целой семьей на закуску лисе или волку, даже хорьку или большой хищной птице. Но как немного зайчих врагов, а зайцев все-таки много после этого, как не удивляться их плодовитости. Когда зайчата подрастут и отстанут от матери, они, покуда не поматереют, живут всегда вместе и на день ложатся неподалеку друг от друга, так что если нашел одного, то можно поблизости отыскать другого и третьего. Заяц в один год достигает полного возраста, и потому нельзя думать, чтобы он мог жить долго. Да и навряд ли зайц, всюду и всеми преследуемый, доживает до старости и умирает своей смертью. Трудно даже предположить, чтобы он рано или поздно не попал на зубы какому-либо из своих многочисленных врагов. Молодых зайцев легко воспитывать на дому, они едят молоко, капустные листья, салат и тому подобное и совершенно привыкают к человеку, в них нет той врожденной дикости, как в волке и в лисице, но мясо доморощенных зайцев не так вкусно, как диких, вероятно потому, что недостает движения. Забавно смотреть, когда их держат на дому по несколько штук вместе и когда они начнут играть между собой, движения их и легки и свободны, но как-то смешны, в них чего-то недостает, долго смотришь на прыгающих и веселящихся зайцев, иногда смеешься от души, и все-таки чего-то недостает. Чего-то ищешь, а найти не можешь, спрашивается, чего же, все так легко и свободно, но смешно, а смешно потому, что недостает грациозности. На них смотреть все равно, что на играющих журавлей, которые своей веселостью возбуждают невольный смех, так что он самопроизвольно появится у человека самого серьезного. Я сказал выше, что в Забайкалье водятся две породы зайцев, ушканы и талуи. Беляк бел только зимою, а уши с черными кончиками. Талуй же зимою и летом имеет серый цвет на боках, гачах и шее видна желтоватая шерсть, а брюшко несколько беловатое, на ушах тоже заметна чернота у кончиков, а хвост талуя несколько длиннее, чем у беляка. Последний же сер только летом и не имеет того слабо-желтоватого красного оттенка, как талуй. Талуй гораздо резвее беляка, и след его значительно меньше. Беляк на бегу лапы ширит, а талуй же мает в кучку, так что след его узкий, продолговатый и островатый, а у беляка широкий, с ясными отпечатками пальцев. Мясо их почти одинакового вкуса, только талуи, живя более около селений, чаще питаются хлебными зернами, а потому бывают жирнее и нежнее беляков. Вообще заяц хлипок, слаб, крайне, довольно иногда одной дробинки, чтобы убить зайца. Шкурка на талую нежнее и тоньше, чем на беляке. Здесь продают их по трем и по пять копеек. Серег, за штуку. Сибиряки редко охотятся за зайцами, они стреляют их только в том случае, если заяц нечаянно попадет на глаза и сядет в меру выстрела. Но во время зверовья промышленник ни за что не выстрелит по зайцу, поэтому здесь охоты за зайцами вовсе нет, их обыкновенно ловят только одни мальчишки да старики, которые уже не в состоянии зверовать в лесу, в тайге, но в силах еще добрести до соседнего колка, острова или леса и насторожить различные заячьи ловушки. Да и скажите, как сибиряку охотятся за зайцами, когда он знаком только с винтовкой, а дробовик есть не больше, как прихоть некоторых промышленников. Сибиряку нужно, чтобы заяц сидел или лежал на логове, тогда он его убьет, а на бегу промышленники стреляют только крупного зверя, и то не каждый. Да и какой расчет здешнему зверовщику тратить дорогой заряд на какого-нибудь ушкана или талуя, когда он дорожит каждым выстрелом и бережет его на крупную дичину или белку, которая для него гораздо выгоднее. А зайцы ему добудут шутя его малолетние сыновья, будущие зверовщики, которые, возмужав, тоже не обратят внимания на зайца, покуда разве не состарятся и придут почти в то же ребячье состояние. Псовой охоты на зайцев в Забайкалье вовсе нет, конечно, это не псовая охота, если изредка промышленные собаки бросятся за зайцем и растянут беднягу не хуже борзых. Вот почему здешние охотники не знают охотничьих терминов, столь известных в России при заячьей охоте. Сибиряк не называет даже следа зайца моляком, не знает, что значит сходить зайца по пороше или что такое стрельба в узерк. А потому он называет молодых зайцев по времени их рождения, настовики, летники, листопатники, ярыши, зайчи, плутни, петли, двойни, тройни, сметка для него непонятна. Поэтому я не стану описывать той охоты на зайцев, которая так общеизвестна в России, а скажу только, как ловят их ребятишки и старики-промышленники, ставя различные поставушки. Здесь преимущественно добывают ушканов петлями, которые настораживают на зайчьих тропах, ловли производятся большую частью зимою, редко весною и осенью. Петли делаются весьма обыкновенным образом, вероятно известным всем охотникам, их сучат из крепких пеньковых ниток или из конского волоса. Один конец петли привязывается где-либо у кустика около самой земли, петля разводится над зайчьей тропой, а другой ее конец привязывается к нагнутому деревцу и настораживается посредством чубучка, то есть просверленной насквозь палочки вершка в трех длиною. Заяц, побежав по тропе, попадает шеей или тушится ей в петлю, которая соскакивает с чубучка, а согнутое деревце по силе упругости, как пружина, затягивает один конец петли, проходящий сквозь чубук. И заяц пойман, конечно, и петли на зайца нужно поставить умеючи, а то не поймаешь ни одного зайца. Петли делаются из белого волоса или беленых ниток и ставятся так, чтобы заяц не заметил ловушки, петлю нужно прятать в траве либо между кустиками, дома не держать в избе, чтобы она не приняла жилого запаха. В противном случае заяц тотчас заметит петлю, перекусит ее и не попадет. Многие ловят зайцев еще проще, избирают на тропах те места, где заяц, бегая, перескакивает валежины, камни, канавки, небольшие рытвинки и так как он скачет постоянно в одно и то же место, перепрыгивая на пути своем преграду, то на этих-то скачках и втыкают в землю небольшие заостренные крепкие палочки, называемые здесь рожни. Палочки эти обжигаются, для того чтобы они походили на обгоревшие пеньки и не испугали зайца, конечно, они втыкаются в землю на тропе не вертикально, а накость под углом примерно градусов в 45 или 50, смотря по месту, по направлению скачка зайца, с обеих сторон преграды. Понятно, что заяц, бегущий по тропе в ту или другую сторону, перепрыгивая через валежину или канавку, попадает на заостренную палочку и закалывается. Точно так же на этих скачках ставят иногда небольшие зайчи-капканчики, пряча их в снег и делая сверху искусственно заячью тропу заячьей лапкой. Кроме того, зайцев ловят в так называемые пастушки, которые ставятся в тех местах, где много зайцев. Пастушка – это та же плашка, только больших размеров. Вместо опадной плахи тут сплачиваются 3 и 4 обрубка вершков 40 длиною. С двух сторон вдоль около сплота набиваются колышки. Один конец сплоченных обрубков поднимается около оршина кверху и настораживается весьма различными способами, кто как умеет. Сплотка падает как раз между набитыми колышками, так что заяц может подойти под пастушку только с одной стороны, именно с поднятого к концу опадного сплота. Для приманки под настороженную пастушку кладут обыкновенно осиновых или ерничных прутиков, которые зайцы очень любят. Подойдя под ловушку, чтобы поесть осиновых прутиков, заяц заденет сторожок, который тотчас соскочит с мотылька, а сплотик мгновенно упадет и придавит зайца. Пастушки ставятся только зимою. В тех местах, где есть небольшие падушки, порошенные кустами или ерником, в лесных колках и лесных островках я обивал множество зайцев следующим образом. Наберу, бывало, ребятишек, которые за грош и кусок сахара рады стараться хоть с утра до позднего вечера, и отправляюсь зимою или осенью в упомянутые места. Заведу их с одного конца колка острова или порошенной падушки, расставлю рядом и заставлю гнать зайцев с криком, с песнями, колотя палками по кустам, иногда дам одну или две трещотки, а сам уйду вперед их, выберу чистое место и с взведенными курками жду зайцев, которые, заслыша шум и крик молодых охотников, непременно выбегут на эти места. В самом деле, лишь только бывало успеешь зайти вперед духов, как здесь называют ребятишек, и едва послышатся их резвые, пескливые голоса, раздадутся постукивания палок о мерзлые кусты и деревья, как белые зайцы выскочат в слоговище, понесутся вдоль поколку или падушки в противную сторону от шума и набегут прямо на стрелка. Эту охоту еще лучше производить двум или трем охотникам, в особенности, когда место широко. Часто случалось, что ко мне прибегали вдруг два или три зайца и садились на корточки, прислушиваясь к шуму и не чуя засады, так что не знаешь, которого и стрелять. Частенько случалось мне ходить с такой веселой компанией за зайцами обыкновенно после обеда, бывало, проохотишься таким образом до вечера, глядишь, пять, шесть и даже более зайцев тащишь домой, преследуемый веселой толпой вспотевших и разрумянившихся ребятишек, весело прыгающих и громко разговаривающих и подтрунивающих друг над другом. Бывало, сколько шуму и крику, сколько неподдельной радости и живого, беззаботного веселья в этой дружной толпе духов. Смотря на их веселости, уморительную разнородность костюмов, слушая их болтовню, иногда весьма остроумную, довольную удачной охотой, поневоле смеешься вместе с ними чуть не до упаду, поощряешь и похваливаешь удалых сотрудников, молодцам обещаешь по два и по три куска сахару. Смотришь, юные охотники становятся веселее, смех увеличивается, является между ними соревнования, досада, самодовольство, наставление опытных загонщиков, послушание новичков, спор между равными и прочь. Однажды дорогой меня спросил один бойкий, развеселый парнишка, барин, а барин. Что, парень? А что велишь делать, если ушкам будет тулиться? Вон о прошлый раз я иду с Фечей рядом, гляжу, а ушкам в кусту лежит, как будто и не слышит, что я реву лихоматом. Эх ты! А еще молодчина называешься. Что делать? Ну ткни его пальцем под хвост, вот погляди, как понесется. Ткни пальцем, повторил молодчина. Весь чего выдумал? Ткни его, так он, брат, так закричит, что сам в кустах-то ног не наладишь, приурежешь не хуже ушкана. Эх, да ты, брат, трус, я вижу. Кто? Я-то трус. Обиделся молодчина. Поищи-ка таких трусов. Пусть-ка еще притулится, пучеглазый, смотри, как я его прутом урежу. И хохоту и юмору нет конца. Между духами всегда является какой-нибудь поумнее и побойче других, которого прочие слушают как атамана. И действительно, иногда атаман не явится на охоту и дело как-то не клеится, то рану погонят, что не успеешь зайти вперед, то сойдутся кучами и пропускают зайцев назад, которые нередко делают это там, где их часто гоняют. Словом, сейчас невольно заметишь, что нет атамана. Нухи сами заметят это, увидев плохую добычу, и часто сожалеют не на шутку, что не пришел их патрон. Любил я эту забаву, да и как не любить ее, когда проведешь свободное время на охоте в такой веселой и живой компании, да еще набьешь зайцев целую кучу. Право, в это время как-то помолодеешь, развеселишься и почувствуешь что-то радостное, оживляющее и лелеющее душу. А ведь редко приходят такие минуты в жизни человека. Проведя одну скучную забайкальскую зиму в трех роднике Нерчинского горного округа, в окрестностях которого водилось очень много зайцев, я часто хаживал за ними и нередко таскал их чуть не по десятку. Возвращаясь домой большую частью мимо казачьей казармы, я обратил на себя внимание казаков, в числе которых в то время, вероятно, было наполовину промышленников. За виде меня издали, нередко с тяжелую ношу зайцев, они обыкновенно толпами выбегали на крыльцо казармы и вслух и в глаза удивлялись моему удачному промыслу. Ротный командир у казаков был некто яс, немец который, как оказалось, был большой любитель зайчатины, но, не будучи охотником, лакомился зайцами чрезвычайно редко, а я ему не посылал их, потому что, признаться, был с ним в большой ссоре. Командир, частенько слыша о моих успехах в зайчьей охоте, вероятно, нередко завидовал моему счастью, потому что он несколько раз подсылал денщиков своих к моему хозяину, я стоял на квартире в маленькой избушке у ссыльного же докубича, денщика у меня не было, чтобы как-нибудь поразжиться зайчатинкой, даже раза два или три хотел купить хоть одного зайчика, так его, беднягу, потягивало на это блюдо, я, конечно, все это знал и строгостью настращал хозяина, чтоб он моих зайцев сам ел сколько угодно, но командиру не давал, что и было исполнено. Командир стал посылать своих подчиненных казаков за зайцами, но сибирские промышленники не могли исполнять его требований, потому что они отправлялись на охоту в те же места, где бывал я и где зайцы были сильно напуганы, а казаки, орудуя винтовками, не могли убивать их на бегу, почему и возвращались к своему отцу-командиру постоянно с пустыми руками. За это, конечно, сердился любитель зайчатины, стыдил казаков как дрянных охотников и приводил в пример меня. Но казаки, задетые за живое, уверили командира, что я или знаю с чертовщиной, или владею каким-нибудь заговором. Может ли быть ваше благородие, говорили ему казаки, чтоб он, то есть я, бил спроста такую диковину. Ведь он их вязанками таскает, что не пойдет, то беремя. Чем он тут действует? Уж мы диковали-диковали, да и ума не приложим, но уж только неспроста. Что отвечал им на это командир, не знаю. Только раз пришли ко мне из роты три казака и убедительно просили, даже что-то обещали подарить, чтоб я открыл им секрет, сказал самый заговор, по которому я бью такую кучу зайцев, ибо их командир не дает им покоя и к морде лезет за то, что они не могут убивать ему зайцев. Большого труда стоило мне убедить казаков, что я с чертовщиной не знаюсь, с заговорами не владею, что все это вздор. И едва их уверил в том, что я бью зайцев на бегу из дробовика, чего им с винтовками никогда не достигнуть. Весною во время полов, когда огонь ходит повсюду, здешние промышленники, заметя, что пал подошел к какому-нибудь колку, острову или заросший кустарником падушки, а огонь охватил уже чащу, кусты, валежник и прочий хлам, садятся где-нибудь на видные места, до которых огонь еще не добрался, и караулит зайцев. Зайцы же, заслыша шум огня, треск сучьев и охваченные дымом, выбегают из лесу и кустарника, набегают на охотников и попадают под выстрелы. Тут их стреляют преимущественно сидячих, потому что заяц, убегая от огня, поскакивает тихо, часто садится, если же и бежит, не чуя засады, то стоит только куркнуть охотнику, как он тотчас сядет. Если успеешь вовремя захватить такую оказию, то есть, придешь в то время, когда еще огонь не сильно бушует по лесу и следовательно, не выгнал еще зайцев, то их можно убить несколько штук в очень непродолжительное время, потому что огонь при ветре идет скоро и зайцы выбегают один за другим, только успевая стрелять. Я забыл сказать, что зайцы ушка налиняют дважды в год, весною и осенью. Беляк в обоих случаях делается вдруг чалом, потом побелеет или посереет, смотря по времени года, внешняя сторона задних ног, или гачи, потом брюха, а за ним и все прочие части, только голова и спина, выцветают после всего. В позднюю осень побелевший зайц, как первый снег, виден издалека даже в чаще леса, особенно в бегу, так и видно, как он мелькает между кустов и деревьев. В это время зайц лежит чрезвычайно крепко, вот почему осенью еще по черностопу и есть лучшая охота за зайцами в узерк или узерка, как его называют российские охотники, но они и сибиряки не имеют и понятия. Случается, что зайцы попадают чрезвычайно большой величины, так что здешние промышленники называют их тоже князьками. Действительно, они бывают, по крайней мере, в двое или в два с половиной раза более обыкновенных зайцев. Мне их видеть не доводилось, но шкурку с такого зайца-великана я видел у одного зверовщика, который убил его из винтовки сидящего под кустом зимою. Охотник рассказывал, что когда он увидал его, то сначала сильно испугался и думал уже, что с ним не подиковалось ли, не подшутил ли нечистый, страх его был так велик, что, ясно видев всю зайчью фигуру, несколько раз прицеливался и боялся выстрелить, а когда, решившись, сразу убил урода, то убежал и не вдруг осмелился подойти к нему. Мясо зайца, по его словам, было здорово и жирно до невероятности. Когда охотник рассказал мне про этого диковинного зайца и видел мое полное недоверие, то спросил меня, ты, однако, я вижу, не веришь мне, старику? Ну уж, извини меня, дедушка, а не верю. То ты не веришь. Все вы такие, господа, невероятные, как будто на одну мерку скроены, как наберетесь чего-то книжного в Петербурге, так уж умнее всех и станете и в творение мира вероятия не берете, а над нами, стариками, только грешите. Но какая же польза мне соврать тебе или сказать, чего не бывало? Ведь это большой грех, да и у нас, промышленников, на это худая примета есть, кто врет. Говори, что хочешь, дедушка, а уж зайцу твоему все-таки не верю, сказал я. Старик что-то зашептал сердито, вышел из избы, слышно было, как он сходил в казенку, кладовую, принес огромную заячью шкурку и сказал, ну-ка, барин, погляди, чья это шубка-то? Не думай, что старик хлопуша, угон. Чего, поди, теперь не веришь? На некоторых зайцах бывают какие-то желваки или волдыри и коросты по всему телу, таких зайцев в пищу не употребляют. Отчего это бывает, объяснить не умею. Но здешние промышленники уверяют, что эта болезнь происходит у зайцев от излишней похотливости и горячности во время течки и что эта болезнь у них со временем проходит, желваки и коросты совершенно уничтожаются. Не знаю, насколько справедливо их объяснение. Весьма редко попадались здесь совершенно черные зайца. Мне их видеть не случалось, но знаю достоверно, что они бывают. Здешние промышленники хранят их шкурки как большую драгоценность и, кажется, поступают с ними, как со шкурками вообще всех князьков, о которых я уже говорил выше. Заячий мех всем известен, он тепл, пушист, мягок, но не крепок к носке. Мясо жирного зайца составляет лакомое блюдо, в особенности любимое немцами. Многие русские, даже простолюдины, едят зайцев не хуже немцев и в пищу употребляют только одни затки, а туши ЦУ бросают собакам. Вообще, простолюдины говорят, что у зайца передок собачий, а потому его в пищу употреблять грешно. Странно, откуда взялось это поверье? Не потому ли это, что в зайчьем передке так мало мяса, что русскому мужицкому желудку ни перед чем распахнуться? Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника по ссылке в описании. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео.